БИСМИЛЛАХИ РРАХМАНИ РРАХИМ ИМЕНЕМ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО МИЛУЮЩИГО МЕСЯЦ МУХАРРАМ ДЕНЬ АШУРА Дорогие мусульмане, мы хотим сделать небольшое напоминание о Месяце Мухаррам. Как видно из названия, это один из запретных месяцев. Всевышний Аллах говорит в Коране, воистину число месяцев у Аллаха 12. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе. Одним из этих четырех месяцев является Месяц Мухаррам. Аллах выделил и возвысил эти четыре месяца, запретив мусульманам вступать в боевые действия и причинять вред самим себе. Поступать во вред себе запрещается в течение всего года, но особенно в течение запретных месяцев. Сегодня мы поговорим о вреде, который человек наносит себе в Месяце Мухаррам. В наши дни некоторые совершают варварство в Кербеле и других местах. Самое же большое из них – приобщение к Аллаху сотоварищей. Как сказал Всевышний Аллах в Куране, не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие является великой несправедливостью. Помимо этого, существуют и другие виды вреда, которые человек наносит себе. Это самобичевание, самоунижение и прочие пытки. Мы вернемся к этому позже. Известно, что Мухаррам – это месяц, в котором произошли различные события. Например, в этом месяце Аллах спас Мусу и его народ от гнета фараона. В знак благодарности Аллаху, пророк, мир ему и благословение Аллаха, объявил десятый день этого месяца, день Ашура, днем потопления фараона и освобождения народа Мусы, призвав мусульман поститься в этот день. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, почитал этот месяц и постился большую его часть. Однако в этом месяце произошло еще одно событие. Любимый внук пророка Хусейн, да будет доволен им Аллах, пал мученической смертью. Вся мусульманская община осуждает это событие и сожалеет об этом. Это событие произошло спустя годы после смерти пророка. В то время ислам уже был ниспослан полностью. Коран и сунна пророка изложены и переданы мусульманам самым прекрасным образом. Каким бы прискорбным событием ни была смерть Хусейна, использовать это как предлог для опровержения Корана и сунны просто недопустимо. Коран и сунна были ниспосланы, завершены и утверждены до этого события. Некоторые люди, приводя это событие и нарушая заповедь вышесказанного аята Корана, совершают ужасные злодеяния против самих себя. Конечно, Аллах воздаст за эти несправедливости как в этом мире, так и в будущей жизни. Эти злодеяния основаны на нововведениях, то есть на вещах, которых нет в нашей религии. Всевышний Аллах также говорит в Коране, «На тех, которые стали поклоняться тельцу, падут гнев их Господа и унижение в мирской жизни. Так мы воздаем тем, кто измышляет ложь». Любой, кто внесет новшество в религию Аллаха, понесет наказание. Толкователи Корана говорят, что этот аят именно о тех, кто вносит нововведения. Те, кто поклонялись тельцу, были унижены гневом Аллаха в обоих мирах. Пресвят Аллах. Поистине такая участь ожидает каждого, кто угнетает себя и предает Аллаху за товарищей. Давайте посмотрим на некоторые кадры. С каждым годом их самоуничижения увеличиваются, и каждый год они придумывают новую ересь и новое угнетение в религии, отчего их унижение возрастает. Всевышний Аллах сказал в священном Коране, «Никто не окажет почтения тому, кого унизит Аллах». Посмотрите на эти кадры, сделанные вместе с Мухаржем. Сначала они ползут к могиле Хусейна в Кербеле, потом ползают и лижут землю, а потом лижут ноги тем, кто направляется к могиле. Унижение за унижением. Позже были введены и другие нововведения. Сначала они обмазывали себя кровью, потом грязью, а в последние годы, да убережет нас всех Аллах от этого, измазывают себя нечистотами. Все это происходит вокруг могилы Хусейна, где их ложные поклонения направлены Хусейну, и нет даже намека на взывание к Аллаху. Более того, некоторые из их призывающих описывают Каабу как дом Аллаха, а могилу Хусейна как посещение самого Аллаха, упаси Аллах. Это действительно чудовищная несправедливость. Если посмотреть на их верование, то в нем действительно множество элементов многобожия. Именно поэтому их вера чем-то напоминает христианство. В христианстве обожествляют пророка, а здесь обожествляют имамов. Христиане украшают свои храмы и церкви изображениями пророка, а здесь украшают мечети и прочие места поклонения изображениями имамов. Христиане предают Аллаху двух сотоварищей, а они предают Аллаху двенадцать сотоварищей, упаси Аллах. Самобичевание и прочие подобные ритуалы наблюдаются в христианской общине в Филиппинах, где люди бьют себя цепями и истекают кровью. Но самая главная беда всех этих ритуалов – это предавание Аллаху сотоварищей, которое ведет человека к унижению в обоих мирах. Еще один важный момент – пренебрежение основными пятью принципами религии. Религия была неспослана Всевышним Аллахом для защиты этих принципов. Во-первых, для защиты и укрепления вероубеждения людей, чтобы они не поклонялись никому и ничему, кроме Аллаха, а их сердца и мысли не были обращены к выдуманным божествам. Во-вторых, для защиты души и тела человека. В-третьих, для защиты имущества человека. В-четвертых, для защиты разума человека. И, наконец, для защиты рода и чести человека. Их вероубеждения, полные суеверий, не основаны ни на каких достоверных источниках или хадисах и противоречат заповедям Корана. В их вере, которая не имеет ничего общего с общиной пророка Мухаммада, не почитается ни один из вышесказанных пяти принципов религии. Их вероубеждения основаны на многобожии и ереси. Если посмотреть на этот момент с точки зрения материального благополучия, то и здесь имеет место бесполезная трата денег. Если у мусульманина достаточно денег, ему велено совершить хадж. Но они тратят свои деньги на посещение этих мест. Также, обманывая людей и не давая им выплачивать закят в размере 2,5%, они взимают с них необоснованные хумсы с процентной ставкой в размере 20%. Религия предписывает человеку беречь свой рассудок. Посмотрите на эти кадры, дорогие мусульмане. Как он бьется головой о землю, пока ползет к могиле. Аллаху акмар. Преклонение перед кем-то, кроме Аллаха, и призыв к кому-то другому, помимо Аллаха, отвергаются здравым рассудкам. Приводя христианам Коран, мы говорим, что если бы пророк Иса был Господом и слышал их молитвы, он бы помог в первую очередь себе. Здесь та же проблема, дорогие мусульмане. Ведь те, кому они взывают, так далеки от них. Те, к кому они взывают, будут отрицать поклонение им в день воскресения. Если бы они действительно обладали божественной силой, то помогли бы себе. Положение пророков выше, чем положение простых людей. Несколько пророков, в том числе Закария и Яхья, мир им обоим, погибли мученической смертью. Но ни пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, ни сподвижники, ни Ахляль-Бейт не оплакивали их. Пророк Иса, мир ему, не оплакивал их. Считая предыдущих пророков своими братьями, они не оплакивали их, не превозносили их чрезмерно. Также пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал в одном из достоверных хадисов, «Не превозносите меня, подобно тому, как христиане превозносят, Иисусына Мария, чтобы не впасть в великое многобожие». Если не дозволено превозносить пророков, то как можно превозносить других людей? Посмотрите, что происходит с теми, кто не принимает эту простую истину, как они бьются головой о землю. Кажется, что они потеряли рассудок. Многобожие поглотило их разум. Будет ли биться головой о землю здравомыслящий человек? Конечно, нет. В чем же причина их самоуничижения? Причина в предавании Аллаху сотоварищей, как сказано в аяте выше. В видеороликах такого типа мы обычно критикуем тех, кто стоит во главе рафидитской или шиитской веры. Кто распространяет ложные вероучения среди людей с целью опорочить мусульман. Что же касается простых шиитов, мы советуем вам посмотреть эти кадры и сказать, есть ли здесь хотя бы намек на ислам. Глядя на эти кадры, человек инстинктивно поймет, что все это не имеет никакого отношения к исламу, даже если не говорить о Куране и Сунне. Посмотрите на состояние этих людей, на их действия, покрытые грязью, ползающие и бьющие себя. Это нормально? Ислам – это религия мира, спокойствия и поклонения только Аллаху. Аллах говорит, что Он создал людей и джиннов только для того, чтобы они поклонялись Ему, не предавая Ему равных. Увидев такое, обратитесь к Корану и проведите небольшое исследование. Клянемся Аллахом, вы отчетливо поймете, насколько их ложная вера противоречит человеческому естеству и здравому смыслу. Вы увидите, что все, что они делают, полностью противоречит Корану. Вся их вера основана на суевериях. Вы поймете, что у этого пути нет светлого конца. Этот путь ведет только к мрачному многобожию. Упаси нас, Аллах, от этого. Всевышний Аллах отчетливо говорит в Коране, что прощает все грехи, кроме многобожия. Наша религия основана на чистых доказательствах. Читайте Коран, изучайте сунну, и вы увидите, где правда, а где ложь. Мы также призываем последователей сунны знать, на каком благословенном пути они находятся. Вы приближаетесь к Аллаху посредством поклонений, которым научил нас пророк, через коллективные намазы, через единобожие. Держитесь крепко за это благословение. Будьте благодарны и не нарушайте заветы Всевышнего. Одно из проявлений благодарности Аллаху – призывать окружающих вас людей на его путь, рассказывать им о религии единобожия и жизни нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха. Кроме того, еще одним проявлением нашей благодарности Аллаху является хорошее отношение к этим людям, терпение к их самоистязаниям и ложным убеждениям. Возможно, благодаря хорошему отношению они выйдут из этой тьмы и трясины. Мы просим Всевышнего Аллаха защитить нас от несправедливости, особенно от несправедливости многобожия, направить всех на путь единобожия и уберечь нас от всякого зла.